Всем доброго времени суток! С вами Камара Ахтмания. И как занять ребенком? Дала ему кусочек льда. Давай, покажи, где у нас лед. Дай мне его. Дай, дай маме. Никак? Он никак не берется? Давай. Да что такое, действительно, как мыло. Дала кусочек льда. Объяснила, что, как, почем. И сидит ребенок играет. Как занять ребенка на кухне? Когда вам что-то хочется сделать срочное. А ребенок везде лезет. Пытается все что-то достать. Побезобразничает. Особенно вот тут шкафы. Он их открывает. Особенно вот здесь внизу. У меня там вообще просто бардак устроил уже. Тут вообще просто теперь кошмар. Все лежит не пойми как. У меня лежало все вот так вот было ровненько. То есть раз и взял, раз и взял. А тут теперь после него надо порядок наводить. Вот. Там и ножи есть. Вот. Ножи как-то внизу лежали. Нормально было. Да. Да. Кусочек льда. Лед. Это как зимой. Помнишь? Зимой был снег. На земле лед был. Ну ты уже наверное не помнишь сейчас еще пока. А вот наверное этой зимой уже будешь помнить. Да. У меня вот тут ячеечки. Ее кстати я покупала в Галамарце. Она не очень кстати мне понравилась. Она плотная, но из нее лед выезжает очень сложно. А что лед домой бросили? А? Уже маленький стал. Видишь какой уже маленький стал? А? Ты ее хочешь в крышечку положить? Клади в крышечку. Клади. Крышечку. Ой. Ты крышку вот так держи. Держи ее вот так. Вот так. Прямо держи. На. Прямо держи крышку. Вот. Тихо. Вот так держи. Вот. Все. У тебя в крышечке лед. Ну давай давай играй. Вам из одной и полы протрет этим ледом. А вам только потом сухой тряпочкой. Не 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 не. Сюда не надо. Сюда не надо Дима. Ты куда его понес? Э. Козявка. Сейчас ты мне его куда-нибудь под подушку забросишь. Да. Я потом буду спать. Ну ладно. Посидеть. Вот. И они очень довольно сложновато вылазят. Сейчас вот они легко. А вот когда их только-только достаешь. Они очень сложно. Прямо приходится вытаскивать. Мне не очень понравились. Ну видимо то что они большие. Потому что у меня другая из фикс прайса. Она немножечко поменьше. Просто я ориентируюсь на нее какого было. На нее вообще просто классно. Здесь наверное то что они довольно крупные. Поэтому тяжело. Что ты там? Ты полынь что ли моешь? Да? Козявочка. Да. Вчера кстати еще пекла хлеб. Сейчас немножечко попозже наверное его покажу. Сейчас мы с Димой пойдем поиграем. Я его уложу. И потом покажу вам хлеб. Еще мне надо на кухню прибраться немножко. Вчера я очень поздно легла спать. Вчера я легла вообще на четвертом часу утра спать. У меня бывают такие дни, когда надо много очень смонтировать. Нужно выложить. А я не успеваю. Хлеб у нас получился очень красивый. Я смотрела много роликов. Хлеб бывает разный у всех получается. У некоторых может быть вкусный, но очень страшный. Вот. И там я записала ролик. Надеюсь, что камера не удалит какую-нибудь часть. Какой-нибудь кусочек. Она бывает удаляет. Надеюсь, все супер будет. И там я записала совет. Что такое? Не берется? Тихо. Не плать. Зачем плакать? Зачем мы тут намусолим? Он такой скользкий, как кусок мыла что ли, да, зайка? Как кусочек мыла. Взял? Вот сейчас, наверное, начнутся слезы, мне кажется. Он уже заканчивается. Сейчас еще чуть-чуть и его не будет. Наверное, всем этим, мне кажется, нужно заниматься за столом. С ребенком. Чтоб он видел, что лед был и льда нет. А, ну вот я не договорила. И совет, да. У меня там будет совет с хлебом. Чтоб он получился сверху красивый у нас. Чего? Он исчезает! Он исчезает. Он исчезает. Зайка, смотри. Маленький стал. Все. Маленький стал, да? Маленький стал. Сейчас мы с тобой играть пойдем. Сейчас мы будем кубики собирать с тобой, да? Все. Заканчиваем. Ди. 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 Один. Ди. Ди. Так. Нет, давай не так. Смотри. Помнишь, как строится домик? Вот так вот. Один, смотри. Где у нас? Два. Так. И крыша. 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 Смотри, как. Классно, да? Вот. Да. Вот так вот. Двадцать шесть штук мы насчитали. Это у нас из фикс прайса. Какие дети будут цветы? Не знаю, мне помню, что их 33 почему-то. Какой смотришь. Дима у нас строитель. Он очень любит строить. На даче мы не взяли эти кубики. Он строил всякие домики из пачки сока. У нас сначала была полная, потом пустая. Коробочка таблеток. И поезır comp Tibi. Давай, не будем пока книжку. Давай строй. Ой, коробочка под таблеток была, пока мы кушали. Он сидел за столом вместе с нами. А, и листочек. И что-то он умудрялся, строил и так, и всяко. Они там вообще... Я думаю, ну, надо же, какие у него есть мысли, что он кладёт и кладёт и кладёт, а они все держатся. Так вообще классно было. Не на одна побросать. Давай. Мы с тобой совсем строить перестали. Я хочу вообще, знаете, купить много-много кубиков таких. Надо было, когда покупала фикс прайс, я хотела потом прийти и купить ещё три набора таких же. Но я уже их не застала. Их уже не было. Сейчас тут шлепнешься, я чувствую. Туда подвинься немножко. Вот. Ай-яй-яй. Давай строить. Ай-яй-яй. Красный там. Тут зелёненький сверху, да? И синий. Синий. Красивый какой. Вот он как умудряется, смотрите, ставить. Она не падает у него. Сейчас упадет. Нет, смотрите. Тоже не падает. И стоит, смотрите. И стоит. Вот он насколько умудряется. Сейчас упадёт. Нет. Смотрите, стоит. Какой ты умничка у меня. Ты такой молодец, сыночка. Умница. И крыша. Вот сейчас упадёт точно. А-а-а. Упала. Упала. Ставь снова. Ты такой у меня молодец, сын. Падает. Плохо держится там. Ух ты. И, кстати, вот поскольку я художник, да? Вот он ставит всякие картинки. У меня появляется сразу вдохновение. Хочется не картинки, а вот кубики эти. Кубики, да? Сразу хочется их рисовать. В дальнейшем, когда ребёнок немножечко подрастёт, ему можно также предложить поставить какие-то фигурки и попытаться их потом нарисовать. Мне кажется, это будет интересно очень. Раскрасть их потом цветными карандашами. Разные цвета. Конечно, это сложно рисовать. Ну, хотя бы более-менее как-нибудь. Да, я помню, кстати, в детстве с мамой приходили в гости. У меня был друг. Там у мамы была подруга. Они с детства дружили. И вот как бы у неё был сын. И часто ходили к нему в гости. У него было много-много кубиков деревянных. Там можно было построить, понимаете, целый город. Вот так вот. Большой-большой город. И посередине сидеть или по бокам сидеть. Что? Книжка. Ой, а там зверята. Ай. И букв сколько, да? Я помню, только начнёшь строить, разыграешься. Всё. И тут мама. Пойдём домой. Всё. Мама, ну ещё чуть-чуть. Мама, купи мне такие кубики. Я помню, так кубики хотелось. Такие же. Деревянные. Они такие были. Цветов. Таких сочных. Прямо. Так прям мечта я помню была. Нет, нет. Тебе не надо они. Вот я хочу ребёнку тоже, чтобы у него были деревянные кубики. Мне кажется, они будут более устойчивые. Эти вот какие-то. Они мягенькие вот. Довольно вот. Вот они жмутся. То есть, в принципе, их даже некоторые здесь есть. Немножко придавленные. Сейчас не найду. Наверное, какой-то зелёненький был, по-моему. А, нет. Вот этот. Вот, вот он. Вот он. Смотрите. Видите, он уже придав... А, он, по-моему... Подожди. Ты его кусал. Ты его кусал. Точно. Зубки твои. Точно. Вот он. Пытался. Поменьше был. Пытался откусить его. С одной стороны, конечно, хорошо такие кубики. То, что они мягкие. Если ребёнок бросит, они там ничего не снесут, не сломают. Ребёнка самоударится. То есть, ничего не будет. Но постарше, мне кажется, лучше деревянные покупать. Они более устойчивые. Более там можно сделать нормальные. Так, давайте вот так. Всё, Дима занялся. С Димой позанимались. В этой книжечке, Маршак, оказалось очень много картинок животных. Я ещё долго думала, где же их взять. Здесь очень много. Отсюда можно попробовать срисовать. У меня уже очень давно мысль нарисовать. Сделать самой карточки. Потому что что-то купить, найти те, которые я хочу, я никак не могу. Вот именно те, которые мне хочется. И у меня есть идея такая. Не ходи туда. Есть такая идея нарисовать самой. Но эту идею я никак не могу воплотить. У меня никак нет времени. Всё. Я думаю, как сделать лучше. Либо нарисовать животное, раскрасить карандашами. Вот я купила карандаши в фикс прайсе. Либо акварелью. Но акварелью я не хочу. Потому что бумага потом покорёжится, покорёбится. Ну, в принципе, её там что-то утюгом можно выровнять. Ну, не знаю. Я ни разу не пробовала. Не знаю пока чем. Всё время думаю, думаю. Гуашью она пачкает. Я хочу потом сверху её заклеить скотчем. Чтобы она не пачкалась у нас. Чтобы они там же обляпываются. Что у нас тут? У-у-у-у. Я здесь, кстати, поставила пенопласт. Потому что они все падали за кровать туда. И потом их очень-очень сложно достать. У нас, кстати, кровать. Очень классная, кстати, очень классная кровать с ящиками. Здесь ящики просто гигантские. Они, считайте, вот. У неё ширина 90 сантиметров. Где-то сантиметров 80, наверное, вот эти вот ящики. Очень длинные. У меня в этих ящиках, ну, должно, конечно, лежать постельное бельё. Но у меня там лежит моя живопись. Всё, что для этого связано. Вернее, с этим связано. Там живопись всякая, краски. Там вообще просто куча всего. Там собирала я. Никак всё не могу найти время, чтобы чем-то с вами заняться таким интересным. Вот. Да, что я говорила-то. А, ну и вот карточки, да. У меня есть тетрадка, где я прям по темам писала, какие можно сделать карточки. Конечно, животные, карточки животных, это очень сложно сделать. Не залази туда. А, карточки каких-то вот предметов. То есть, я хочу сделать, допустим, если пила или там швабра, то их две штуки, чтобы он их потом искал, например. Видел две, одновременно там две похожих находил. То есть, вот так. Либо, может быть, они... Можно нарисовать третью, немножко к расцветке другой. То есть, по форме, чтобы он их находил. То есть, у меня вот такая вот идея. Ну, блин, пока я не могу... Куда ты пошёл? Сядь! Пока я не могу её воплотить. Ну, не могу. Времени никак нету. Вот. И, кстати, вчера у меня были обзоры. Тут у меня, смотрите, лежат шоколадки. Это у меня с обзоров. Там ещё дальше лежит. Я не буду показывать. Её посмотрите потом. Вот. Ты стоишь тут? Ты тут стоишь, да? А, кстати, ещё на днях он собрал у нас провод интернетом. Смотрите. Я забивала здесь гвоздь. Нашла гвоздь маленький с трудом. Всё есть там. Эти для... Боже... Дюбель. Шурупы, дюбель. Там, пожалуйста, всё есть. А вот маленький гвоздочек я перерыла всё. С трудом нашла. Его подвязала. Интернет немножко подвисает теперь после этого. Но здесь по-другому очень сложно сделать. Хотя, может быть, надо было выше, но я выше не могу. У меня не получается. Немножко всё подвисает. Немножко неправильно сделала. Но он и провод тоже вот проходит. Прям до туда вот. То есть, они должны были... Дима! Не трогай. Они должны были пустить вот здесь вот сделать дырку. А они, наоборот, с той стороны. То есть, до самого не запустили. Вот она через дверь проходит. И здесь вот она поднимается. То есть, вообще, это очень неудобно. Но у нас будет ремонт в дальнейшем. Вот. Может быть... Ну, я сказала то, что будет ремонт. И... Может быть, они ещё вот по этому. Хотя, мне кажется, если там просто прошло, нам бы хватило. Всё равно как раз вот это вот всё тут вот проходит. И прям до самого интернета. Всё равно неудобно. И здесь что-то они висят в углу. Он их подходит, постоянно дёргает. Что ты мне? Всё, ты уже тут дотягиваешься. Да. Всё, старенько. У нас ещё старые здесь обои в моей комнате. Ещё здесь ничего нету. Как бы, да, вообще неприятно со старыми обоями предыдущих хозяев. Но, наверное, в моей комнате будет ремонт теперь только по осени. В конце осени где-то. Вот. Сейчас я ещё пока поплю. На ремонт в своей комнате. На обои хорошие. Не знаю даже пока, какие будут обои у меня. Нужно будет, может быть, с камерой вместе с вами сходить в магазин обоев. Поснимать, какие бы вы хотели, чтобы у меня были обои. Как мы... Помните, с вами с кухонным гарнитуром вместе с вами определялись. Вы мне там немножечко что-то подсказывали. Вот. Поэтому я хочу тоже обои. Чтобы здесь в комнате снимать мне обзоры. Потому что сейчас снимаю на кухне. Там обои... Дима. Там обои покачественнее немножечко. Вот. Покрасивее. Здесь-то вообще старые какие. Здесь на потолок это вообще... Это кошмар просто. Знаете, вот иногда с утра просыпаешься, смотришь на этот потолок и думаешь, господи, чем здесь предыдущие жильцы занимались. Блин, настолько грязный потолок. Не знаю, шампанское, что ли, можно открыть. Стены... А, вот, да. Тоже вот на стене есть пятна. Не знаю, наверное... Хотя у них тут стоял... Хотя на диване... Да, вниз тоже... Да не иди ты туда! Сядь! 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 Сейчас ты упадешь, я тебя не удержу. Сядь! 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 Опа! Все. Вот, думаешь, чем они тут могли заниматься? Ну, шампанское, наверное, открыли. Вот оно отсюда полетело. Блин. Я не знаю, как можно так жить? У мамы был ремонт в течение 10 лет. Один и тот же ремонт, но у нас не было такого. У нас не было такого, что видны у обоев, например, полосы вот эти, что обои грязные. Они были в идеальном состоянии. Хотя там у мамы, конечно, тоже праздновали разные праздники. И дни рождения, и все. И открывали шампанское. Никогда такого не было. Видимо, зависит от людей. Если у них там срачовник, то срачовник. Я так понимаю. Не знаю, даже мне вообще очень сложно это представить. Если даже у них здесь был ремонт 10 лет, если даже 20 лет. Здесь, кстати, у меня над столом. Вот тут над столом. Вообще вот они просто заляпанные. Полосы идут. Вообще просто жесть. Мне не нравится. Угол. Угол, блин. Угол вообще. Вот. Все это, конечно, будет убираться. Потолок. Потолок мне вообще такой не нравится. Я люблю чисто беленький, чтоб он был. Тут все будет меняться. Вот. Наверное, напишите в комментариях, хотите ли вы пойти. Вернее, ну да, практически пойти вместе со мной. Чтоб я засняла сначала, какие у нас в магазине есть обои. Какие они у нас вообще есть. Вот. Я покупала дом немецких обоев. По-моему, он так называется здесь рядом. А если вы хотите, мы можем с вами сходить. Напишите мне в комментариях. Напишите, знаете, как в комментариях. Да, хотим. Давайте так. Да, хотим. Чтоб вам было и попроще. И потом, чтоб мне тоже понять. У меня будет приятно, если вы хотите. И, может быть, мы как-то с вами выберем. Может быть, я как-то договорюсь. Чтоб мне разрешили снимать. Чтоб не скрытой съемкой мне снимать. А чтоб снимать вместе. Ну, нормально, короче. Вот, конечно, наверное, это все против всего этого. А, так свет включила. Я думаю, что так светло. Не лази там. Эти старинные, помните? Были вокруг выключателя старые. Вот эта, кстати, кнопочка. Она горит еще по ночам. Мне очень приятно. Мне не нравятся такие. Не лази тут. Не надо. Да, и у нас, естественно, свет включен. У нас такая вот лампа. Мне подарил ее папа. Очень-очень классная. Я люблю очень много света. Я люблю, знаете, когда очень-очень светло. Просто обожаю много света. Она, в принципе, довольно дает много света вечером. Яркая. Ну, еще ламчики, конечно, я заменяла. Покупала, докупала. Потому что там были обычные. Здесь они беленькие. То есть, не прозрачные, а были прозрачные. Прозрачные, кстати, был прямо из-за этих вот маленьких роббиков. Роббиков, да. Она по всей квартире вот так вот были роббики. Ну, было красиво, но было не ярко. Как-то тускло. Мне не нравится. Так как-то видно все хуже. Я не люблю так. Я люблю, когда везде все хорошо видно. Вот так вот у нас. Около 10 минут уже болтаю. Ладно, еще что-нибудь интересное потом вам сниму. Около 9 минут. 2 тюрьме. 1 тюрьме. В ailет.